Итак, друзья, первый автомобиль, который попадает в нашу категорию, в нашу ценовую категорию до 500 тысяч, это автомобиль Nissan Note. В принципе, этот автомобиль подойдет как мужчине, как женщине, так просто для семьи. Вкратце, двигателя у них идут, объем двигателя идет 1,2 литра, есть турбо-версия, есть нетурбо. В нетурбо-версии 69 лошадиных сил, в турбовой версии 98 лошадиных сил. Трансмиссия на таких автомобилях идет только вариатор. Есть автомобили, но во Владивостоке мы такие машины еще не встречали, где трансмиссия идет механика, это исключение. Клиренс таких автомобилей от 120 до 155 миллиметров, соответственно, есть автомобили передний привод, есть автомобили 4ВД. Данный автомобиль 2015 года выпуска, как я уже говорил, мотором 1,2, стоимостью 485 тысяч рублей. Вкратце, сейчас про него немного расскажем. Итак, 15-й год, пробег на автомобиле 75 тысяч километров, ярко-красный цвет, он без литья, на летней резине, это уже идет рестайл, то есть есть поворотники, бесключевой доступ. На автомобиле уже установлены ветровики, установлен спойлер, но большинство спойлеров, да, они уже устанавливаются, устанавливаются уже здесь у нас в России. Объем багажного отделения, дешево-сердито, пластик, запаска. Если автомобиль идет 4ВД, передача идет не карданная, там стоит электромотор, дверная карта, основная доля, это тоже пластик. Можно уделить внимание, да, именно на второй ряд сидений, на объем места. Здесь очень чисто, полностью залазить туда не будем, но поверьте, здесь, здесь комфортно будет взрослому человеку, в принципе, на дальние поездки. Из удобств для второго ряда сидений, ну, в принципе, здесь никаких, можно сказать, нету, вот здесь идут небольшие подстаканники с левой, с правой стороны, все. Чем лучше комплектация, чем круче комплектация, соответственно, тем цена будет выше на автомобиль. Данный автомобиль 4 балла, судя по аукционному листу идет замена переднего левого крыла, ну, какие-то мелкие косточки, скорее всего, ничего не красилось, все это либо полирнулось, либо вытянулось. Идет мультируль, руль у нас идет простой, пластиковый, здесь у нас идет управление датчиком предстолкновения, отключение системы i-stop, туманки. Кстати, туманочки, да, когда устанавливают туманки на данные автомобили, здесь есть еще дополнительная кнопка корректор фар, то есть корректор фар прячут, туманочки, туманочки сюда вставляют. Автомобиль на климат-контроле, если автомобиль будет идти без климат-контроля, просто на крутилочках, соответственно, цена, цена на автомобиль, она будет ниже. Все автомобили с кнопкой старт, кнопка стоп. Заводим автомобиль. В принципе, здесь все открывается, все удобно, то есть я вот сел, да, я вот сел, спидометр находится прямо передо мной. Вся, вся информация важная мне прекрасно просматривается, допустим, температура, стрелка бензобака, стрелка прогрева автомобиля от тахометра, ну и, соответственно, спидометр. По месту, что для задних пассажиров, что для передних пассажиров, что для водителя места очень много. Здесь по стандарту подстаканники, здесь небольшая ниша и два бардачка. Верхний бардачок и нижний бардачок идет. Кстати, вот здесь японец вывел USB-вход, можно флешку подключить к магнитофону. Значит, рядом с красным Nissan Note у нас стоит в сером исполнении Nissan Note, автомобиль 2015 года, мотор такой же. Кстати, ко мне говорил, что он идет не DIG-S, ТОЛЬ-69 лошадиных сил на данном автомобиле тоже. Но этот автомобиль у нас идет 4 ВД, стоит чуть-чуть подороже, но, опять же, это плюс 4 ВД, плюс, допустим, у него по комплектации установлены сонары и в заднем бампере, и в переднем бампере. Они работают в совокупности с датчиком с камерой при столкновении. Но данный автомобиль, он идет без климат-контроля, просто на крутилках. Посмотрим по низу состояние. Для 4 ВД состояние стандартное, не ржавое. Ноутов, ноутов, в принципе, на рынке выбор довольно большой. Есть один продавец, один продавец, они занимаются целенаправленно этими ноутами. В принципе, можно прийти выбрать на свой вкус, по комплектации, по бюджету, какой хочешь автомобиль. Вот еще у нас один стоит, но это уже идет ДИК-С, который 98 лошадиных сил, 15-й год, датчик предстолкновения. Не знаясь, опять же, сонар нету, 499 тысяч рублей. Аукционный лист пробег 96 тысяч по кузову, окрас передней левой двери, задней левой двери. Остальной автомобиль целый и должен соответствовать аукционному листу, то есть быть весь в родной краске. Следующий автомобиль это Тойота Пробокс, Тойота Саксид, но это поистине народный автомобиль. Кто скажет не так, я уже не знаю просто куда народнее. Итак, значит, они выпускаются с двигателями от 1,3 литра до 1,5 литровых двигателей. Мощность моторов от 74 до 109 лошадиных сил. И, кстати, поверьте, есть такие автомобили в гибридном исполнении. Но, если честно, мы таких автомобилей, так же, как и, допустим, Nissan Note на коробке в Владивостоке, мы еще не встречали. Данный экземпляр автомобиль 2015 года. Объем двигателя 1,5 литра, соответственно, 109 лошадиных сил. Стоимостью 485 тысяч рублей. Клиренс на таких автомобилях от 130 до 155 миллиметров. И вот, вот это у нас идет уже рестайл, как бы отличие есть по переднему бамперу, по заднему бамперу. Все вот эти автомобили независимы. Передний привод 1,3, 1,5 литра, 4 воды, они все идут на вариаторе. А до рестайловской версии шли на автомате. Друзья, ну вот в одном месте стоит два одинаковых автомобиля. Стоит второй, тоже 2015 год. Комплектация центральный замок, без пробега. Естественно, это автомобиль без пробега по Российской Федерации стоимостью 480 тысяч рублей. Многие задают вопросы постоянно, нужны какие-то дополнительные платежи, не нужны вот к данному автомобилю. Ребят, нет, платежи никакие не нужны. Автомобили растаможены, автомобили уже продаются с полным комплектом документов. То есть вы покупаете автомобиль, составляете договор купли-продажи и смело в путь. Чтобы поставить автомобиль на учет, у вас есть 10 дней. Для приезжих страховку оформлять необязательно. Давайте немного посмотрим по салону. Здесь тоже все просто. Как говорится, сердито. Руль обычно пластмассовый. Наверная карта пластик. Шумоизоляция практически никакого нет. То есть здесь видно, да, металл, металл двери идет. Само подкапотное пространство. Надежный, можно сказать, неубиваемый двигатель. Чем здесь хорошо, да, что нам нравится. Здесь все ясно, удобно и доступно. То есть само подкапотное пространство довольно-таки широкое, продолговатое. И очень удобно чем-то заниматься в автомобиле. Кстати, данный автомобиль с багажником, с японским багажником. Со стороны пассажира тоже пластик, шумки никакой нет. Все накрутилось как выдвижной столик. Японский магнитофон. При желании можно поставить мультимедиа систему. Вариатор. Здесь бардачок вот такого плана идет. Он как бы, знаете, полуоткрытый. То есть мы его закрыли, да. Вот сюда можем что-то положить. Лежит аукционный лист. Три с половиной балла, 83 тысячи пробегу. Кузов автомобиля цел. Ну вот P1, A4. Надо смотреть, что с ним. Что касается места в автомобиле. Садимся. Стороны пассажира. Вот допустим, в плечах, да, в поясе место нормально. Мне неудобно, как бы вам так показать. Со стороны колен. То есть у меня правая коленка, она упирается вот в эту консоль. И, ну, я думаю, на большие расстояния ехать, по крайней мере, мне здесь будет неудобно. Второй ряд сидений. У нас идет просто обыкновенная лавка. И то, она, знаете, как-то вот вниз, вниз немного подскожно. Но здесь, здесь тоже чисто на второй ряд сидений мы залазить точно не будем. Автомобиль такой. Ну, реально, для, наверное, все-таки для работы. То есть на какие-то дальние расстояния, 100% сзади, сзади будет неудобно. Зато плюс, бонус этого автомобиля, это багажное отделение. Понятно то, что это пластик, это рабочий автомобиль. Лавка задняя у нас складывается. И получается реально просто, просто огромный багажник. Как бы вам так. Не знаю. Зато вот на природу поехали. Сиденье убрали. У вас полноценная кровать получилась. Друзья, не забываем подписываться на канал. Пока смотрите наше видео. Не забываем поставить лайк обязательно. Не забываем комментировать. Если вам нравится наше видео, в плане вот такого формата, когда мы будем выделять марки автомобиля, допустим, как сейчас, до 500 тысяч снимать. Потому что многие просят с ними за 2 миллиона. Снимите там за полтора миллиона. Многие снимите кей-кары. Третьи просят там снимите бюджет на автомобиле, народные автомобили. Ребят, ну, мы просто не успеваем все снимать. Поэтому вот решили, как-то знаете, вот разделить. Ладно, что, посидела здесь. Здесь реально неудобно сидеть. Так, со стороны водителя. Руль обычный пластиковый автомобиль заводит с ключа. С кнопки не видел. Здесь у нас регулировка зеркал. Отключение антипробуксовочной системы. Подстаканник. Корректор. Фар идет. Климат-контроль понятно. Здесь штучка вот такая. Бардачок небольшой. Со стороны водителя вот здесь идет подстаканнички. Такой небольшой столик. Здесь у нас идет розетка. Розетка на 12 вольт. Ручник у нас, как видите, ножной. На данном автомобиле. Ну и опять же, соответственно, пробег меньше. Кузов лучше. Комплектация лучше. Цена будет выше. Напоминаю, стоимость данного автомобиля 2015 год. Полтора литра. 485 тысяч. Далее у нас идет автомобиль, опять же, из семейства Nissan. Про него рассказывать мы, в принципе, ничего не будем. Потому что здесь, ребят, все то же самое, что и Nissan Note. Это Tido Lato. То есть это не Tido. Не надо путать. Есть Tido Lato, да. А есть просто Nissan Lato. Данный автомобиль 2015 года выпуска. Стоимостью 455 тысяч рублей. Просто посмотрим на внешний вид автомобиля. На салон. Ну и, соответственно, посмотрим на багажное отделение. То есть они есть, как и Nissan Note. Вот есть четыре воды. Есть передний привод. Дверная карта. Пластик. Пластик идет мягкий. Четыре электрических стеклоподъемника. Сидение регулируется у нас. Получается... Так, не вижу, куда оно регулируется. А это лифт, спинка, ездит вперед-назад. Здесь у нас управление с зеркалами заднего вида, регулировкой. Айстоп, антибукс, корректор фар, дуйки. Дуйки бензинового автомобиля нет. Ну, по салону, да. По салону, конечно, не отличается с Nissan Note. Намного отличается. Но здесь тоже все ясно, удобно и доступно. Вариатор. Два подстаканника. Управление климат-контролем. Так, не понял, там сверху что-то у нас приделали. Это для платных дорог карта вставляется. Получается, вот здесь у нас такая ниша, небольшой бардачок туда спрятался. Значит, что касается второго ряда сидений. Тоже место довольно-таки много. Кстати, сидения, заметили, да, здесь идут они такие комбинированные. Комбинированные. По месту, по месту. Ну, как бы я вот сел, да, вроде как я головой труся, но здесь чистый, я ноги туда не засовывал. В принципе, если я ноги туда засуну, я немножко, как бы, знаете, припущусь. Я думаю, будет удобно ехать и ездить на дальнее расстояние. Вдвоем, втроем все-таки, втроем все-таки нет. То есть только, только вдвоем, чтобы было удобно. Так, значит, багажное отделение, ну, довольно-таки неплохое по объему. Наверное, это один из автомобилей, да, где багажник, ну, реально очень большой. То есть взять какой-нибудь Axel, Axel, такого объема, объемного багажника в Axel не будет. Передний привод, сзади просто балка. Но, опять же, если это 4 ЛД, то кардана там не будет. Камера заднего вида на автомобиле установлена. Итак, это у нас Nissan Lativa, 15-й год, передний привод, стоимостью 455 тысяч рублей. И снова, и снова, и опять у нас семейство Ниссанов. Итак, это Nissan AD, есть Nissan AD, есть Nissan Expert. Автомобили полностью одинаковые. Единственное, допустим, эксперты, они приходят уже с бамперами, которые окрашены в цвет кузова. Если взять Nissan AD, мы сейчас найдем, вам покажем, то они приходят с черными бамперами. Да, как на примере Nissan NV200. Итак, значит, здесь устанавливается 3 типа двигателей. Это 1,5 литра, 1,6 и 1,8. Мощность двигателей от 109 до 124 лошадиных сил. Соответственно, 124 лошадиных силы будут установлены на двигателе 1,8. Трансмиссия на таких автомобилях, они есть как на вариатор, на корочке, коробке передач, так и на автомате. Но там нужно смотреть, выбирать по комплектации. Если, допустим, мы берем Nissan, да, как я уже говорил, там нету кардана, то здесь идет полноценная 4WD, идет кардан. Клиренс на этих автомобилях от 135 мм до 150. Напоминаю, что клиренс он мерится не по бамперу, а по самой нижней точке на автомобиле. Ну, что еще касается 4WD, 4WD, здесь идет, сзади идут не привода, а идет полноценный мост. Так, здесь у нас стопарик такой, фонарь заднего хода. Багажное отделение, о, ребят, пожалуйста, можете как раз оценить, да, объем багажного отделения. Кстати, я уже отсюда вижу то, что автомобиль такой неуделанный, не шарпанный, не поцарапанного. Вот 4 колеса сюда, свободно влезла в высоту. Еще пол багажника осталось. Для всего-всего-всего, бак справа, второй ряд сидений. Ну, здесь, в принципе, сравнимо, да, наверное, все-таки с оксидом, с пробоксом. Лавочка такая смешная стоит. Вот честно-честно на ней будет неудобно сидеть. Сзади у нас весла. Вот это вот тоже не понять, что какая-то вот функция, почему она не доделана. То есть, как бы здесь бортик поставили бы, что ли. Не знаю, для чего это сделало. Если честно, в дверь как тепло закрывается. Плюсом уйдет бесключевой доступ. Сидение у нас вот здесь вот такая вот крутилочка. Оно регулируется у нас, видите, поднимается по высоте. Регулировка спинки. Ну и естественно, естественно, сидушка ездит. Бесключевой доступ. Ну, как, то есть здесь кнопки нету, да, здесь просто крутилка такая. Тем не менее, ключ нам не нужно доставать из кармана автомобиль у нас заведется. Центральная часть. Центральная часть все на крутилочках. Бардачок у нас не закрывается. Просто идет ниша. Здесь идет пластик. Здесь тоже идет пластик. Если обратили внимание, сзади у нас весла. Сейчас мы туда назад вернемся, покажу. Два электрической стеклоподъемника. То есть, со стороны водителя, со стороны пассажира. Здесь вот бардачок. Вот таким образом прячется. Некоторые думают, что это магнитофон. Сюда можно карту вставить. Ну, естественно, есть айрбэк. Есть пассажиры айрбэк. Есть подсветка. Есть солнцезащитные козырьки. Это все по стандартному. По стандарту, по месту. До места в таких автомобилях, в принципе, во всех хватает. Реально, поверьте, хватает. Перед нами тахометра нет. Есть спидометр на 180. Есть стрелка бензобака. В принципе, все. Больше ничего нет. Вот здесь идет крючок на 5 килограмм. Здесь тоже небольшое углубление. Вот здесь прятались у нас подстаканники. Со стороны пассажира подстаканника с той стороны нет. Ну и вот они, те самые весла идут. Кстати, на пробоксах, на сексидах, тоже, по-моему, не говорил, что есть комплектации, где идет один электрический стеклоподъемник со стороны водителя, где два, как на этом экземпляре. Вот есть сзади, а есть вообще, где стоят весла. Ну, соответственно, где весла, это самая-самая простейшая комплектация. Друзья, нашли старый пробокс. Вот, в принципе, да, вы можете сравнить. Вот стоит старый, вот стоит новый. Как они отличаются и по морде, и по задней части. Сейчас покажу. Я все это к чему говорю. Некоторые боятся вариаторов, хотя я не знаю, почему, чего вы боитесь вариаторов, пишите в комментариях, почему вы их так боитесь. Все автомобили сейчас снова идут, все на вариаторах. Напишите, почему вы боитесь. Вот она, задняя часть автомобиля. Это, ну как, не легенда, конечно, не легенда. Но такой автомобиль еще надо попробовать поискать. То есть их раскупили. Года уже такие непроходные идут. Найти старый пробокс на автомате довольно-таки сложно. Итак, этот у нас 14-й год, полтора литра, 4 ВД. 4 ВД едет полноценная, 485 тысяч рублей. И не забывайте все-таки написать в комментариях, почему вы все так боитесь вариаторов. Вот еще один Nissan Adele у нас спрятался. Белый цвет, белый цвет, без литья, на летней резине. 15-й год, полтора литра, полусупер, ветровики, туманки. Система Aero Glonass установлена. 430 тысяч рублей стоит данный экземпляр. Он закрытый, открывать его не будем. Раньше такие автомобили у нас были поиски. Покупались и по 370, и по 380 тысяч, и даже по 350. Сейчас, конечно, цена выросла. Не только на эти, в принципе, выросла на все. О чем мы вам рассказывали? Nissan Adele, пожалуйста, пришел с черным бампером. То есть бампер в цвет кузова, он не окрашивался. Он на штамповках, на зимней резине. Зимняя резина неплохая, но штамповочка вот погнута такая. Немного автомобиль закрытый. Летняя резина, я так понимаю, в придачу идет с автомобилем. Задняя часть. Стоит этот экземпляр 15-й год, полу-супер полтора литра, 388 тысяч рублей. Плюс скидка. Друзья, а следующий автомобиль сегодня у нас, как догадали, не то, что догадались, да, как вы видели, идут одни Nissan. Почему? Ну, потому что Nissan, он действительно, как-то вот они подломались немножко в цене, соответственно, Toyota, не только Toyota, а все остальные марки автомобиля, они будут идти подороже. Итак, это у нас Nissan Coupe. Это уже последняя версия. Можно сказать, пристайл. Объем двигателей здесь, если на предыдущем кубике был 1,4, то здесь идет полноценный полуторлитровый двигатель. Развивает мощность, он 109 лошадиных сил. Есть автомобили 4WD. Nissan 4WD это второй электромотор. То есть, напоминаю, кардана там нету. Есть 4WD, есть автомобиль, передний привод. Трансмиссия идет у всех вариатор. Клиренс на таких автомобилях от 150 до 160 миллиметров. Но, опять же, что касается лошадей, да, идет от 109 до 116 лошадиных сил. Таких автомобилей на авторынке, да не только на авторынке, вообще, в принципе, продается на данный момент не так много. Почему-то он недооцененный, да, не знаю почему. Почему, возможно, из-за своего внешнего вида он напоминает такую коробчонкую, если честно, немного смешную. Но, тем не менее, автомобиль, он реально хороший, он надежный, он комфортабельный. У него очень огромный салон. Ребята, чуть провалился я уже куда-то. У него очень большой салон. Блин, провалился, сбился, что хотел сказать, мысль потерял. В общем, достойный, хороший автомобиль. В принципе, за небольшие деньги. Дверь задняя, видите, как видите, она идет распашная. Но она, знаете, вот как-то вот, как-то вот срезана, какая-то она такая узенькая. Камеры заднего вида установлены, бесключевой доступ. Задние сидения, они двигаются вперед, двигаются назад. Багажное отделение, запаска на автомобиле. В багажном отделении подсветочка. Ну и вот такой вот собачник. Да, вот с левой стороны есть окошко у нас. С правой стороны окошко у нас нету, просто идет какая-то вот такого плана, такого плана полочка. Посмотрим второй ряд сидений. Вот сразу, смотрите, второй ряд сидений, да, массивная такая, прям реально, массивная сидушка. И она очень удобная. Наверное, нужно сделать потише. Потише нужно сделать. Сделали потише. Вернемся на второй ряд сидений. Во-первых, много места. Реально, очень много места сзади. Сажусь прям в развалочку. Сидения, как я говорил, они ездят. Ездят вперед. Багажное отделение у нас увеличилось. Ну и, естественно, коленками сюда не влезут. Ездит назад. Увеличилось место для второго ряда сидений. Посередине у нас подлокотник с двумя подстаканниками. Естественно, идет три подголовника. Из удобств. Кстати, дверная карта пластик, небольшая, тканевая вставка. У нас, знаете, такая велюровая. Подстаканник, крючочек, электрический стеклоподъемник. Ну и ручки открывания сделаны у нас под хром. Далее, что бросается в глаза со второго ряда сидений? Это довольно широкие подголовники передних пассажиров. Вот. Что еще интересного? Ну, опять же, когда мы будем сидеть на переднем ряду сидений, неважно, будет это водитель, либо это будет пассажир, потолок нам как-то в глаза не бросается. Со второго ряда сидений потолок нам сразу бросается в глаза. И он вот в такой вот круглой форме сделан. Когда будут сумерки небольшие, подсветочку включаешь, все это дело подсвечивается. Далее, посадка. Подсветку надо выключить. Посадка второго ряда сидений. Я сел, я сижу реально высоко. Во-первых, много места, я уже говорил, по ширине, по потолку. До крыши далеко. Во-вторых, диван второго ряда сидений, он расположен немного выше, немного выше, чем кресло переднего ряда сидений. Ну, как-то вот не могу я передать свои ощущения, но это вам не АД. Где ты сел, не понять как, и сидишь. Ручки, аэрбэги в стойках. И плавно перемещаемся на место водителя. Итак, кстати, дверь широкая, массивная. Открывается довольно-таки широко. Сидение водительское тоже прям такое широкое, массивное. Постоянно, везде повторяю, по сидушкам все по стандарту. Итак, печку выключаем. Печка выключаем. Переднее сидение идет у нас диваном. Посередине у нас подлокотник с бардачком. При желании подняли, усадили третьего человека. Но опять же, по правилам дорожного движения это запрещено. Сидение вмонтирован у нас вот такого плана подстаканник. Да, подстаканник, но здесь почему-то написано, то, что, мол, стакан и ставить сюда нельзя. Напишите в комментариях, для чего это. Я бы сюда все-таки поставил бы подстаканник. Далее. Дверная карта. Пластик, но пластик идет мягкий. Тканевая вставка, подстаканник, колонка. Под правой коленкой от рулевого колеса у нас управление зеркалами. Проверка работает. Отключение системы i-stop. Отключение антипробуксовочной системы. Справа от руля, получается, под дуйкой у нас идет подстаканник. Ну и тоже, не знаю, стопочница что ли. Нет, под большой подстаканник, под маленький подстаканник. Дуйки. Дуйки, руль у нас идет кожаный. Дудка работает. В принципе, ну, довольно удобно, да. То, что перед нами вся информация, она сводится. Это спидометр, вот такого интересного плана, он разноцветный. Нужно включить обратно, а теперь буксовочную систему. Вот нам мигает, показывает то, что автомобиль не видит ключа. Продавец нам автомобиль завел, сам продавец вышел. Вот, соответственно, машина, она поедет, она не заглохнет. Но, если мы сейчас выключим автомобиль, то завести мы его не сможем. Я вам сейчас продемонстрирую, как это делается. Далее, здесь у нас идет климат-контроль. Намного реально интереснее покупать автомобиль, где климат-контроль, где нету крутилочек. Снизу у нас два крючочка, такой режим, кнопка старт, как видите, здесь у нас кулиса, включение S-режима, спорт-режима. Вот, аварийки, дуйки, все по стандарту. По посадке, что касается по посадке, я просто знаю, что это такое. У меня был такой автомобиль. Была предыдущая версия автомобиля, я наездил на нем довольно-таки много. Вот автомобиль мне очень-очень понравился. Здесь у нас идет нижний бардачок. И, посмотрите, он туда вглубь уходит. Уходит бардачок, отдельная ниша, и сверху есть у нас еще ниша. Над бардачком вот такое вот место. Оно, как бы, как вам сказать, такое... Не знаю, короче говоря, что-то сюда можно засунуть. И сама торпеда, она у нас идет сглаженная. До лобового стекла дотянуться практически невозможно. Еще мне нравится в этом автомобиле. Это нереально огромные солнцезащитные козырьки. Наверное, ни в каком автомобиле такого нет. То есть они высокие, они широкие и большое зеркало. Но мы не будем пленочку снимать. То есть автомобиль у нас еще идет в пленочке. Также, значит, в стойке, в монтированной пищалке. Раз пищалка, соответственно, два пищалка. Итак, значит, допустим, машину мы завели. Да, вот видите, моргает, ключа у нас у автомобиля нет. Все, машину мы заглушили. Пытаемся завести автомобиль. Автомобиль у нас с вами не заводится. Потому что ключа у автомобиля нет. Чтобы сейчас нам завести автомобиль, нам нужно принести ключ. То есть с этим ключом сесть в автомобиль, нажать на кнопку старт-стоп, автомобиль у нас заведется. Пойдемте посмотрим еще. Пойдемте посмотрим еще под капотом, что происходит. Полтора литра, 109 лошадиных сил. Вот он, ниссановский мотор. Ниссановский мотор, они реально славятся. То есть своей долговечностью, неприхотливостью во вслуживании. Обратите состояние пробега на автомобиле 114 тысяч. Обратите состояние подкапотного пространства. Стоит автомобиль 500 тысяч рублей. Итак, это у нас был Nissan Coupe в 2015 году выпуска. G-комплектация, климат-контроль, литье, велюр, аукцион 4BB стоимостью 500 тысяч рублей.